Во-первых, Иисус утверждает свою идентичность к Богу. В Евангелии от Иоанна 8, 58 Иисус говорит, «Прежде нежели был Аврам, я есть Бог», что эхом отзывается наименованием Бога, данном Моисею в книге Исход 3, 14. Также в первой главе первого стиха Евангелия от Иоанна написано, «Слово есть Бог». Как же мы можем интерпретировать эти слова, если не как утверждение его божественности? К примеру, второй момент. Воскресение Иисуса – это уникальный момент в истории, когда, согласно свидетельствам, человек победил смерть и предсказал это. Если Иисус был только всего лишь пророком, как мы можем объяснить его воскресение, прежде всего, как это изменяет наше понимание его личности и миссии? И в-третьих, многие из первых последователей Иисуса были евреями, верующими в одного Бога. Однако они начали поклоняться Иисусу как Богу, что было радикальным отступлением от их религиозных традиций. Не указывает ли их преобразование на основании личных встреч с воскрешим Христом на что-то исключительное в его природе? То, что они видели, что Христос является Богом. И в-четвертых, Иисус исполнил множество мессианских пророчеств Ветхого Завета, которые трудно объяснить, если видеть ли он только пророка. Как же мы можем понимать эти исполнения в контексте его личности и заявления о себе? Я искренне надеюсь, что эти вопросы помогут нам углубить наше понимание и продолжить наш диалог на основе взаимного уважения и стремления к истине.